Я мечтала быть актрисой с трёх лет, со слов мамы. То есть я действительно помню эти впечатления, свои желания, когда я хотела быть актрисой. Я с пяти лет занималась в музыкальной школе, с трёх лет, по-моему, занималась в топотушках этих танцевальных. Потом, когда я пошла в первый класс, я пошла в массу кружков. То есть не так, чтобы осознанно выбрать, что мне понравится. Я занималась, делала из пластилина очень красивой картинки, шивала, танцевала, пела в хоре. То есть я с шести лет солировала в хоре. Я, в общем-то, занималась театральной студией в детской. Я хотела быть актрисой, но случилась перестройка, развалился союз. И когда я закончила школу, просто кино, тогда уже практически не снимали. И я жила тогда не в Москве, не в Питере. И я не могла поехать поступать. Я поступила в ВУЗ в своём городе, получила экономическое образование, экономист-управленец. Почти девять лет отработала в кадрах, в экономике. И пошла повышать квалификацию свою кадровую. Я уже на тот момент работала заместительным начальником отдела персонала огромного завода. И у нас в этом повышении две недели была творческая лаборатория. Потому что нам сказали, что кадровик — это, в принципе, у него должна быть такая актёрская жилка. И он должен и людей знать, и сам как-то, если вказывать, например, это уже неприятно. У нас преподавал режиссёр, учитель из ВУЗа театрального, который, в общем-то, меня заметил и возродил мою мечту. Я в конце уже в лаборатории спросила, так тихонечко, ненавязчиво, так осторожно. Вот всё-таки, вот если бы я пошла поступать, вот когда закончила школу, меня бы приняли? Она говорит, ну это, конечно, большая лотерея. Но шансы были. После этого у меня тоже вот как-то вот, вот это, можно сказать, перевеломный момент был в моей жизни, когда я всё-таки решила пойти к мечте. Я в тот момент попала в любительский театр, год занималась в любительском театре, я всё-таки побоялась сразу поступать идти. И через год я уже поступила в театральный, благополучно закончила и стала актрисой. Так что, если вы чего-то очень сильно хотите, то вы никогда не забивайте на это. Идите, пробуйте. Если это ваше, значит, это ваше будет.